Вот и все. Последний штрих. Все в порядке. Мирная тишина сквера «Юность» вступает в контраст со сценами, где запечатлены моменты боя. 50 дней и ночей длилась Курская битва, и на этих фотографиях они словно спрессованы в одно мгновение. Мы эту экспозицию делали к юбилею, к 75-летию победы в Курской битве. И делали именно о наших земляках, те, которых принимали участие в Курской битве. Здесь представлено около 50 человек. Это не фотовыставка в привычном понимании этого слова. Создатели активно используют технику коллажа, от чего каждая фотография становится маленькой историей. Мы хотели показать людей, что крупным планом, именно фронтовые, они сами по себе интересны. Вот эти пожелтевшие фотографии с орденами, с такими взглядами, которые смотрятся, может быть, в современников своих, которые спрашивают, а как вы живете? Вот мы отдали свое здоровье и свою жизнь за ваше мирное небо. А как вы сейчас живете? С авторами выставки по праву можно считать и жителей Ленинского района. Пытаясь сохранить память о близких, они несут документы и фотографии в историко-культурный центр. Около трех лет мы проводим эти фотовыставки. И люди приносят свои фотографии, своих родителей к нам в историко-культурный центр. И в этом году Ольга Александровна очень много взяла тех фотографий, которые принесли именно люди, жители нашего города. Справки, выписки из приказов, страницы из орденских книжек и настоящие письма фронтовиков. Благодаря им становится близким и понятным подвиг людей в далекой войне. Добрый день, Сергей. Сегодня получил твое письмо и сразу пишу тебе ответ. Меня интересует твое общее здоровье, но ты о нем молчишь. Тебя вытащил я из машины и вытащил Николая, а Тарасов выскочил сам. Николай и Жора умерли в госпитале, а Богдан сгорел в машине. Многие из этих героев смогли вернуться домой, чтобы начать строить новую мирную жизнь. Фотографии разных лет также призваны подчеркнуть трагедию войны. У нас здесь еще один такой прием. Мы именно на этой выставке сделали, когда фотография фронтовая, и рядом поместили этого человека уже после войны, когда он работал здесь у нас на предприятиях города и района. Вот именно фронтовика, который мы знали, чествовали. А вот здесь взгляд из того прошлого, из такого далекого фронтового, вот наше сегодняшнее будущее. Создатели выставки признаются, что подобные экспозиции создавать нелегко. Из огромного количества материалов необходимо выбрать самое ценное и важное. Но как объективно оценить важность или ценность того или иного документа и фотографии? Очень много спорим с Ольгой. О чем спорите-то? О чем спорим? О содержании фотографии. Подойдет ли она? Можно ли это сделать или нельзя? Ну, это такие творческие споры, но они вот есть у нас между собой. И надо сказать, мы всегда находим, как сказать, вот нужный вариант. В прошлом году сотрудниками историко-культурного центра был опробован формат передвижных выставок, которые проводились в школах Видного. Планируется, что и эту выставку также покажут видновским школьникам. Максим Козлов, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.